Девушки отдыхают Спасибо. Ещё что-нибудь будете заказывать? Пока что нет. Здорово, Надюха. Сиди. Что ты здесь делаешь? На тебя я приехал посмотреть. А ты, я вижу, не рада. Ждёшь кого? Да, жду. Ты не жди, Надюш, не надо, не придёт. Ты-то откуда знаешь? Не важно. У меня из больничка он выпишется ещё не скоро. Он живой пока. А если я, Надюш, узнаю, что ты за моей спиной продолжаешься ему крутить, а я узнаю, то Олежка твой будет в ней живой. Я считаю, что это моё первое тебе предупреждение. Поняла? Зачем ты это делаешь? Ну, помнишь, я говорил, что ты только моя, только моя или ничья вообще? Помнишь? А если ты вдруг решишь эту мусорамскую, я вас обоих убью. Поняла? Поняла. Это так здорово, что ты такая понятливая. А что ты поняла, Надюш? Повтори. Я никогда больше не встречусь с Олегом. Только, пожалуйста, не трогай его. Ну, я за свой базар всегда отвечаю, Надюш. Ну, так что, может, шампузика с тобой выпьем, и за встречу. Пожалуйста, отпусти меня. Мне очень плохо. Хочешь уйти? Иди. Иди, я держать не стану. Когда ты в чужом городе намыкаешься, мозги тебе тут хорошенько вправят. Ты в Загорск. Возвращайся ко мне. Тебе сразу пьем. В шоколаде будешь? Ну, как свиданка прошла? У нас с Олегом все кончено. А я говорила, что кинет. Че, опять не пришел? Не спрашивай, пожалуйста, мне больше ни о чем. Утром лекция, вечером клиентки от Алены. Олег в больнице. Какие-то отморозки его избили. Ужас. Надь, слышишь? Завтра поедем. Мне жаль, но... С Олегом у нас все, я же сказала. Передай ему. Пусть выздоравливает. Что врачи говорят? Все нормально, жить буду. Через недельку выпишут. Почему она не пришла? Случилось, что ли? Все нормально с ней. Привет тебе передавала. Какой привет? Она где? Не знаю, на парах, наверное. Я ничего не понимаю. Я говорила тебе, какая она. Думаешь, она только с тобой спала? Прекрати. Того не можно быть. Наивный ты. Я устала. Уходи. Скоро сам все узнаешь. Выздоравливай. Алло, Алёна. Здравствуйте. Это не важно. Вы в курсе, что у вашего мужа любовные отношения со студенткой Надей Савельевой? Не в курсе. Кто я? Я ваш друг, который действует из лучших побуждений. Чтобы вы не чувствовали себя обманутой. И тем более в вашем положении. До свидания. Алло, Алёна, привет. Прости, пожалуйста, меня на лекциях задержали. Я скоро буду. Да, пусть меня подождут. Я больше не нуждаюсь в ваших услугах. Больше никогда сюда не звоните и не приходите. А вот получается, что в банках мне отказали или они такие условия предлагают, что, я не знаю, в пору на паперть идти, подаяние просить. А что твой Зарубин? Подожди, Зарубин не мой. Он и так намного закрывает глаза. На мою незаконную деятельность эту. Он же сам под статью может попасть. Да где же нам столько денег взять, Верка? Не знаю. Окна гостя. Здрасте, девочки. Привет. Кто это к нам пожаловал? Значит так. Судя по всему, ты с делами не справляешься. Поэтому предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. А что, моя выгода будет? Ну, самой тебе денег не поднять. Да и я, честно говоря, без тебя терплю убытки. Так что предлагаю нам объединить наши усилия и возможности. У меня условия будут. Какие? Ну, ты не будешь распускать руки, хорошо? И не будешь путать половое и деловое. Повторяю, я же сказал, это чисто деловое партнерство. Да. Слово даю. Ну, давай. Господи. Я не... Нужно звонить за Робину. Нет, ни в коем случае. Он человек деловой, так мне много помог, не надо. Горда, значит. Тогда я ему позвоню. Не позвонишь. Мы сами все с тобой сделаем. Все, киснешь? Я у Олега в больнице была. Это было ограбление. Нападавших он не помнит, так что вряд ли их найдут. А у меня заработок накрылся. Это плохо. А почему? Я не знаю. Позвонила Алене, она сказала, что моих услугах больше не нуждаются. У этих беременных всегда ум за разум. Не обращай внимания. Так я не обращаю внимания. Просто чем мне теперь за учебу платить? Девки, привет. Привет. Привет, Самойло. Надюх, я слышала, ты стрижешь классно? Да, и подстричь, покрасить могу. Класс. У меня просто через час свидание. На башке, черт пойми что, а в салоне я уже не успею. Может, ты сможешь помочь? Стрижка и укладка 700. Хорошо. Просто красиво сделаю. Да, конечно. Пойдем. Класс. Класс. Вера. Виктор Петрович, вы с ума сошли? Я... Вера, я это... Я сразу по делу. Давайте. Ну, что? Что? Надумала? Надумала. Что надумала? А будем вместе работать, как партнеры. это совсем другой разговор. Вера, я знаю, что ты баба умная. Сразу дело пойдет. Ну что, отметим? Не, мне нечего пока отмечать. Ну давай, почти. Да мне нет, я не буду. Отмечайте сами, что хотите. Ну, я выпью. Ну, давайте. Это... Чего? Чего хотел сказать-то, Верка? Верка, встань-ка. Да, Верка, что делаете? Да, Верка, что делаете? Послушай, Вера, Вера, ну, что делаете? Не помешал? Вы как раз вовремя. Мужик, ты кто? Ну, разумеется, помешал. Видишь, у нас тут это, разговор серьезный. Да вижу. Какой у вас серьезный разговор? Виктор Петрович, уйдите, пожалуйста, отсюда. Уходите, прошу. Ну, подожди, а. Что, я-то должен сваливать? Тебе сказали, помешал. Что тебе надо? Давай, иди отсюда. Не надо. Что, непонятно говорю, что ли? Чего делаете? Да понял я. Эй, ну-ка, руки убрал. Сказал, руки. Вы что делаете? Вы чего делаете? Это, Донбасса, мама родная. Обалдел, что ли? Руку сломайся, мне же, брус. Руку сломайся. Ты что, придурок, что ли? Мама. Руку сломайся. Что ты не понимаешь? Руку сломайся, говорю. Я что-то не так сделал? Все вы сделали правильно. А это кто? Сычев, мой начальник бывший. Ну, я вам говорила. Ага. А чего он-то хотел? Ну, опять? Ну, вы видели же. А вы чего здесь? Да ко мне Тамара на работу приехала, все рассказала. Что? Так что я в курсе. Ну, еще хотел этот Сычев. Предложил деловое партнерство. Ну, вы же видели. Ну, вот это все и... Все, готово. Супер. Ну, вот, держи свою тысячу. Ой, а у меня сдачи нет. Какая сдача? Мне Марина сказала, что эта тысяча будет стоить. А, ну да. Ладно, все. Спасибо, пока. Пока. А ты какую сумму называешь? Мы же договаривались семьсот. Так я же тебе в навар. Я тебя просто предупредить забыла. Вот, кстати, и шампунь купила тебе, дорогой. Извини. Международный конкурс «Хрустальные ножницы». Победителей ждет денежный приз и стажировка в Париже. Да, наверное, мастера класса люкс нужны. Может быть, мне попробовать? Это то, что я подумала? Да. Я сделала тест и консультация была. И от кого? На то ты не знаешь. У меня только Олег был. Аборт будешь делать? Нет. Я решила оставить ребенка. Алло, Олег? Не перебивай. Надо увидеться. Дело касается тебя и Нади. В общем, завтра тебе Надя скажет, что она беременна. Так она беременна или нет? Да. Но не от тебя, а от Долженского. Ты помнишь, она тогда к ней ездила? Она мне сказала, что поехала к его жене. Ты многого про Надю не знаешь. Ты думаешь, я эту квартиру отец снимал? Нет. У нее был папик, с которым у них была любовь. И когда она забеременела от Должанского, она сказала папику, что это его ребенок. Тот, не будет дураком, сделал экспертизу и понял, что это чужой ребенок. И выгнал ее. А она метнулась от Должанского. Тот тоже не обрадовался. И сказал, что от жены он не уйдет. Да, и еще. У Нади есть жених Загорский. И это он тогда с дружками на тебя напал. Зачем? Это она его попросила. Чтобы ты ей не мешал. Вкусно. А где у нас соль? Ален, ты какая-то странная в последнее время. Что происходит? Ну, видимо, есть причина. Какая причина? Объясните, пожалуйста. Вижу номер. И что? С этого номера позвонила какая-то женщина и сказала, что у тебя с Надеждой Савельевой роман. Роман с Савельевой? Это же просто смешно. А мне не смешно. Ты поверила? Ты поверила? Это просто... Это просто чья-то глупая шутка. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну-ка, успокойся. Это просто глупая шутка. Точнее, не глупая, а жестокая. Учитывая твое положение. Не смей так думать. Я очень тебя прошу. Теперь понятно, почему Надюша перестала бывать у нас дома. Понятно. Звонила женщина? Скорее всего, это какая-то студентка из нашего УЗа. Банальная глупая женская месть. Вместе? Ну, кому? За что? Вот это я обязательно выясню. К счастью, звонившая девушка была не очень мна. Все телефоны наших студентов есть в их личных делах. Вот статья. Про конкурс хрустальные ножницы. А, господи, что это? Где это? Что это? Тут приз. Стажировка в Париже. И денежная премия огромная. С такими денежищами мы сами откроем салон. Без всяких мужиков. У тебя температура. Ты заболела? У тебя больные, фантазии. Че, я больная? Ну? Да сама больная. Сидишь тут целыми днями, жалеешь себя. Ждешь, когда деньги тебе с неба прямо в рот упадут. Так вот. Они упадут только тогда, когда мы действовать будем. Так. Давай, мысли в горсть и немедленно собирайся. Никуда я не поеду. Поедешь? Еще как поедешь? Стрелой полетишь перед автобусом. А если не поедешь, я тебе больше не подруга. И знать тебе больше не желаю. Поняла? Поняла. Привет. Привет. Спасибо, что ты пришел. Ты же сказала, разговор серьезный. Да, очень. Ну? Выкладывай. Надеюсь, что расскажешь мне какую-то тайну. Нет никаких тайн. Я просто люблю тебя. Любишь? Почему в больницу ко мне не приходила? Прости меня. Я не могла. Я... Я боялась одного человека. Точнее, нет, не так. Я боялась за твою жизнь. Поголодка. И кто же угрожает моей драгоценной жизни? Не могу этого рассказать. Это не важно сейчас. Снова тайные загадки, да? Просто так я пойду. Нет. Есть еще кое-что. Ну? Я жду от тебя ребенка. Знаешь, я совсем не удивлен. Я серьезно, Олег. Ты лучше эту сказку расскажи Должанскому. При чем здесь Максим Максимович? Я думаю, ты Максимович не называешь. Ты Максиком его называешь или Максимкой? Ты что, пьяный? Наоборот, я протрезвил. Короче, прощай. Не звони мне больше. Олег! Я все про тебя понял. И все понял про твою хрустальную мечту. Так что прощай. Он отказался и от меня, и от ребенка. А я говорила, что он моральный урод. Может, тебе домой и в Загорск вернутся? Я не могу в Загорск. Но все равно все скоро узнают, что ты беременна. Придется академий брать. Да хватит уже. Тебе ребенке думать надо. Ну а что мне терять? Экономистом я быть не хочу и никогда не хотела. Это вообще мамина мечта была. А у меня есть своя. Почему так долго, а, Ом? Зато красиво. Да красиво. Надь! Мам! А ты чего здесь? Здравствуйте, тетя Том. А ты? А мы приехали на конкурс взять главный приз. Я тоже приехала взять главный приз. Сдурела, что ли? Почему? Быстро в институт, быстро! Вера! Мам, мам, сейчас, только не переживай. Нет. Я бросила институт. Подожди, ты с ума сошла, что ли? Ты все время это врала мне? Нет, я... Ну да, мам, я врала, что я хочу быть экономистом. На самом деле я хочу быть мастером-стилистом. Как ты? Вера, фу, ты вообще-то слышишь что-то? Говоришь-то? Ну, мам. Вера, ну что ты накинулась на нее? Ну, пусть поучаствовать. Девчонка в конкурсе. С первого тура вышибут. Сразу бомба идет. Ну вот. Что-то там, спасибо за поддержку. Ты чего? Ты чего? Отрыванулась, что ли? Сейчас. Надь! Надь! Надя! Подожди, Вера! Точно, оторванулась. Слушай, я вот так вот 20 лет назад оторванулась, через 9 месяцев Надьку родила. Ты думаешь? Думаю. Верка, давай без нервов. Я тебя умоляю. Нам сейчас самое главное – это конкурс выиграть. А с этим потом разберемся. Ребят, не хотите сегодня в клуб двинуть? Там, говорят, круто будет. Я только за. Ты как, Олежка? Иванцова, можно вас на одну минутку? Да, Максим Максимович. Вы не знаете, почему ваша подруга Савельева перестала появляться на занятиях? Она в курсе, что у нее куча долгов для пересдачи? Так она вроде документы забрала, из общаги съехала. И куда? Вроде домой, из Огорска. А почему она уехала? А вы не в курсе? Представьте себе не в курсе, молодой человек. Странно. Странно, что вы не знаете, где ваша любовница. К тому же беременная. До моей беременной жены тоже дошли эти грязные сплетни. Кто-то позвонил ей на телефон. И рассказал обо мне и Савельевой всякие небылицы. Вот мерзавцы. Да? Скорее мерзавки. Вот этот номер телефона. Вы не знаете, кому он принадлежит? Марина? Нет. Это же твой номер. Это не мой номер. Да я его наизусть помню. Это легко проверить. Я не звонила. Меня кто-то подставил. Это тоже легко проверить. Все звонки на телефон моей жены автоматически записываются. Хотите послушать? Нет, не хочу. Ты за чем это сделала? За тем, что я тебя люблю. Вы же стерва. Получается, это она все время Надьку подставляла. Надеюсь, наш инсцидент исчерпал. Максим Максимович, вы простите меня, я был неправ. Ладно, как говорится, проехали. Но вам, Кудряшов, рекомендую разобраться с этой некрасивой ситуацией. Бросать такую девушку, как Надя, тем более в ее положении не по-мужски. Я знаю. Я не знаю, как мне ее найти. Адрес Надьи в Загорске, может знать ее отец, Василий Савельев. Я вам сброшу его номер телефона. Спасибо. Итак, господа, объявляю второй этап конкурса «Хрустальные ножницы». Аплодисменты! Это будет самый короткий, но самый жесткий этап. Мужские прически. У вас будет всего 20 минут для работы. После этого только три финалиста останутся в строю. Желаю всем искреннего вдохновения. О, манья. Клит и шмах. Итак, все начинают по моей команде. Один, два, три. Начали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, время заканчивается. По моей команде все останавливаемся. Кто продолжит работу, тот выбывает после слова стоп. Итак, пять, четыре, три, два, один, стоп! Друзья, ну я же предупреждал. Так, участники под номером 3 и 84. Вы, к сожалению, дисквалифицированы. Я попрошу вас с моделями встать или покинуть наш зал. Правила есть правила, господа. Я попрошу моделей встать. Сейчас жюри оценят результат. Блин, теперь осталось с бастилией взять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух ты, респект. Реально было так ходить. Ну здоровья. Угу. Уважаемые друзья, объявляется перерыв до вечера. Наши судьи, наши жюри объявят о своих результатах после совещания. Ваши аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Ты все-таки пошла на этот конкурс. Да. Что-то так устала. Два часа, чтобы поспать. А вечером финал. Какая же ты все-таки дура. Тебе никогда в жизни этот конкурс не выиграть. Так что собирай свои манатки и вали отсюда. Марин, ты чего? Или ты думаешь, что Олег тебя простит? Он же знает, что это твой дерьмо, Олег ему голову проломил. Откуда он знает? Ну ты догадайся. Я же все с самого начала знала. Пока ты там своим куриным клювом щелкала. Давай, давай. Собирайся. С самой первой минуты тебе ненавижу. Дура наивная. Я, может быть, и наивная. А ты просто дрянь. Мне жаль тебя. Я думала, мы подруги. Удачи тебе во всем. Дамы и господа, наш конкурс подходит к концу. Данное торжественное событие будет транслироваться по телевидению. Ваши аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Финальный конкурс. Уникальный образ. Трое претендентов на победу должны представить свой уникальный образ. Им будет выделено два часа. Не более. Итак, разрешите вам представить тройку финалистов. Встречайте бурными аплодисментами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, третье место занимает... Надежда Савельева. Поселок Загорск. Ваши аплодисменты. Я вас поздравляю. О, какие эмоции, какая энергия. Ну что ж, второе место. Я не могу поверить своим глазам. Вера Савельева. Поселок Загорск. Ваши аплодисменты. Какой талантливый поселок Загорск. Итак, встречайте бурными аплодисментами нашего финалиста, который занял первое место. Жан-Мишель Лекок. Ле Френд. Друзья, бурные аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот стоило бы проехать такой огромный путь, чтобы попробовать побороться за работу в Париже. АПЛОДИСМЕНТЫ Ваши аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, пока я буду настраивать таймер, встречайте наших прекрасных, очаровательных, сногсшибательных моделей. Встречайте аплодисментами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что ж, финалисты, вы готовы? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, значит, начинаем по моей команде. Три, два, один, ПОЕХАЛИ! Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мам! Эй-эй-эй, внимание! Вера и Надежда! Общение во время конкурса запрещено. С вас обеих снимается по одному баллу. Вера, займите свои места. Простите, извините меня. Извините. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, я начинаю обратный отсчет. Три, два, один, стоп! Ваши аплодисменты! 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 Ну что ж, первой свою работу покажет Вера Савельева! Ваши аплодисменты! 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 Фантастика! Фантастика грандиозна! Верочка, как вы назвали свою работу? АПЛОДИСМЕНТЫ! 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 Как прекрасно, как красиво! АПЛОДИСМЕНТЫ! Как вы назвали эту работу? АПЛОДИСМЕНТЫ! АПЛОДИСМЕНТЫ! Причуды осени! АПЛОДИСМЕНТЫ! Это все или есть что добавить? АПЛОДИСМЕНТЫ! АПЛОДИСМЕНТЫ! Да, в это время года еще остается тепло и сила лета. Но в то же время уже появляется золото желтых листьев. И, кстати, это любимое время года всех поэтов. Ну что ж, отлично! У вас получилось весьма-весьма поэтично! Итак, наш третий участник, наш гений. Месье, скажите, как вы назвали свою работу? Медузля горгон! АПЛОДИСМЕНТЫ! Как экстравагантно! Может, вам есть что добавить? АПЛОДИСМЕНТЫ! А вы тут отличные! Спасибо всем! АПЛОДИСМЕНТЫ! АПЛОДИСМЕНТЫ! Я вижу, что наши жюри уже готовы назвать победителя! Спасибо! Через несколько секунд вы узнаете имя нашего победителя! Вера. Итак, прекрасная лень! Месье. Почетное третье место, занимает Вера Савельева! Ваши аплодисменты! Спасибо, спасибо! Итак, второе из звания вице-чемпиона получает Надежда Савельева! Аплодисменты! Одну секунду. Прошу прощения. Минуточку вашего внимания. Вы знаете, по правилам нашего конкурса каждый участник должен приготовить собственную работу и показать ее нам, а не чужие, украденные у известных итальянских мастеров. Нет, это мой вопрос. При великому сожалению я вынужден сказать, что вы дисквалифицированы. И вам придется покинуть эту сцену. Я поздравляю с победой Надежду Савельеву! Ура! 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 Призг в студию! С победой! Ура! 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 Привет! Ура! Ну так это ж моя Надька. Не смей. Я выполнил все твои условия. Но гордиться своей дочерью и радоваться ее талантом ты не можешь мне запретить, Вика. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Да, Олег. Да, мне Надя вас рассказывала. Молодой человек, я не могу раздавать адрес своей дочери всем желающим. А вы уверены, что у вас все серьезно? Уверен. Я жить без нее не могу. Я хочу приехать и сделать ей предложение. Тогда предлагаю встретиться. Да. Давайте встретимся в 9. Да, мне это время подходит. Ну и кто тебе так поздно названивает? Твоя звездная дочка? Не важно. Это просто деловой звонок. Ага. Так. Давай вот так, давай. Да, да, да. А я так. Ой, красота! Нежа, подними. Ой, простите, простите, спасибо. Спасибо вам большое. Ой, Надька, а ты выигрыш на что потратишь? Ой, я не знаю, пока не решила. Не, ну с Парижем-то я точно прилетаю. Так, она возвращается в институт и оплатит учебу. Мам, я уже все сказала. Так. Ну, куда мне сейчас учиться? Ты что, хочешь посадить мою судьбу? Я тебе не советую. А с ребенка я тебе помогу. Мы поможем. Девочки, еще раз поздравляю. Верочка, можно вас на одну секунду? Да, конечно, сейчас приду. Верочка, наш главный спонсор предлагает поехать вам в Париж на стажировку с вашей дочерью. Подождите, ну так неожиданно и правда, мне надо подумать, мне... Да что тут думать? Соглашайтесь. Чертонка. Маленькая. К нам мать не серчала. У нее в Закурске плохо дела идут. Сидит без работы. А некоторые-то поперли ее из парикмахерской. Это как это так получилось? Долго рассказывать. А в конкурс-то поехала, чтобы на эти деньги свое дело открыть. Вот так. Вер, оставайся, Вер, оставайся, Вер, меня, меня, меня. Поздравляю, Вер, поздравляю, мальчик. Я тебе вас поздравляю. Дамы, разрешите поздравить вас с заслуженной победой. Спасибо. Спасибо. Это вам. Это вам. Спасибо. А это вам. А мне-то за что? Ну, как, за моральную поддержку, за веру, так сказать, в победу. Ну, да, это я Ивану Сергеевичу позвонила. А что? Что тут такого? На двух машинах комфортнее ехать даже. Может быть, вы меня познакомите? Ну, в принципе, я вас знаю. Вы, Надежда, я, Иван Сергеевич Зарубин. Налоговая служба? Вот. О, такие люди нам сейчас нужны. Да, вы знаете, вы мне тоже нужны. Смотри, может быть, лучше левее повесить, а? Да куда левее, ну? Ну, а куда, говорит? Ну, мне некрасиво влево. Ну, давай здесь вправо. И не вправо. Повесь посередке. Посередке. Послушай, какая разница, куда вешать? Надо было вообще под магазин оборудовать. Надо было оборудовать под магазин. О, банкроты, продаете свою мечту. Чего ты каркаешь, а? Иди лесом, а? Правда. А может, мне заведение жалко? Была ведь лучшая парикмахерская, пока ты изверг вверх не уволил. А теперь расхлебывает, так тебе и надо. А дорого продаешь-то хоть? Ага. Может, купить сама хочешь? А, да купила бы сама, да денёх нема. Давай, всё, повесил? Мамуль, подожди, сейчас сюрприз будет. Ну? Чего приехали? Чего вверх не выходит? Стыдно не бойся. Решил на работу вернуться? Да нет. Покупатель вот тебе привёз. Кого, её что ли? Ага. Так сколько стоит, дядь Витя? Так столько нет у тебя. А я серьёзно. Триста тысяч. Берите всё. Что? Договорились? По рукам? Ну, я думаю, с оформлением покупки проблем не будет. Поехали. Чему радуешься-то, ну? Как жизнь-то бывает, а? Мамуля, мечта теперь твоя. Иди уже, тебе сказали, а? Наш паровоз. Чего? Чего? А можно ещё справа вот закрутить посильнее? Ага. Привет. Привет. Как ты меня нашёл? Что ты здесь делаешь? Твой отец подсказал где-то. Он просит у тебя прощения. А. Простишь его? Я не знаю. Нам надо будет поговорить с ним. Ты меня простишь? За что? За то, что не поверил тебе. За то, что предал. За то, что люблю. Любовь всё прощает. Любовь прощает, да. А ты? И я. Что? Прости. Я буду себя как мальчишка. Я же будущий папа. Магни за меня. Да, я согласна. Я люблю тебя. Я тебя тоже. Очень сильно. Знакомиться с родителями. Да. Да? Да. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!